Традиция проведения осмотра конкурса художественного плаката и рисунка зародилась в середине 90-х годов. Постепенно развиваясь, она приобрела статус масштабного областного проекта. Если раньше количество работ, представленных на конкурсе, исчислялось десятками, то в смотре образца 2018-го порядка 500 рисунков. Тема профилактики ВИЧ-инфекции на этот раз привлекла молодежь из всех регионов области. К слову, несмотря на то, что ВИЧ и СПИД называют болезнью молодых, показатели свидетельствуют о другом. Уровень заболеваемости среди подростков в возрасте 15-19 лет. Так вот, в настоящее время у нас случаев ВИЧ-инфекции в данной подростковой группе не регистрируется. И мы считаем, что все-таки это плоды той работы просветительской, которая ведется активно, начиная с детского сада. Творчество против СПИДа. Первое место по итогам конкурса было присвоено студентке Полесского государственного университета Виктории Мелех. Несмотря на то, что слово СПИД ассоциируется с чем-то очень страшным, в своей работе девушка использовала только яркие краски. И у нее на это свое объяснение. Эту картину я рисовала почти два дня, ну, свободное от учебы, время на выходных. Пыталась затронуть очень такую интересную тему татуировок, так как это очень актуальная тема. Затронуть как-то внимание молодежи, больше ее проинформировать в этом плане. Больше пыталась использовать стил геометрии, что-то приятное в глазу, яркие цвета. Пусть СПИД это что-то такое страшное, но как-то хотелось затронуть внимание зрителя. Сегодня ВИЧ не приговор. Даже с положительным статусом можно жить полноценно. К слову, в этом году в аптеках Брестской области появились экспресс-тесты. Сегодня они свободно продаются в каждой аптеке. Узнать результат можно самостоятельно. В апреле этого года Белформация закупила экспресс-тесты по слюне. 290 штук, мы уже 260 их реализовали. Они пользуются спросом. То есть любой гражданин может их купить в доступная цена и протестировать сам себя в домашних условиях.